приветствую друзья прямо сейчас я нахожусь в праге где завтра проходит практикум систематизация бизнеса и в этом бизнес на сайте я хочу дать простую рекомендацию тем собственникам компании которые работают в сегменте B2B и рекомендация касается привлечения клиентов дело в том что в каждом из сегментов B2C и B2B существует доминирующий канал продвижения который способен дать наиболее сильный приток потенциальных клиентов так вот B2B таким каналом продвижения пока еще остаются активные прямые продажи постепенно подтягивается интернет маркетинг интернет маркетинг также становится уже все более и более актуальным в B2B сегменте но активные прямые продажи то есть ваши менеджеры по продажам делают звонки выходят на потенциальных клиентов и назначают встречи ведут переговоры лично то есть инициированные вами встречи по-прежнему это основной ключевой канал привлечения и первая часть рекомендаций заключается в том что если вы B2B то задайте себе вопрос работают ли у вас менеджеры по активным прямым продажам если нет то стоит изолировать этот отдел в организационной структуре однако дальше возникает определенная проблема с которой вы сталкиваетесь когда вы строите активные прямые продажи дело в том что менеджеры они связываются с клиентом выходят делают холодный контакт выходят знакомятся презентуют компанию но далеко не каждый клиент готов сразу заказать ваши услуги и ну как бы тут очень сложно навязываться постоянно звонить и говорить ну что вы решили вы может передумаете ну купите пожалуйста то есть очень сложно когда компания превращается куда-то своего рода попрошайку пытается пытается заполучить клиента уже так можно сказать насильно и тут вам он на помощь очень сильно подойдет экспертный маркетинг придет на вам на помощь экспертный маркетинг который заключается в том что если ваша компания представляет определенного рода услуги вы должны иметь достаточно сильную экспертизу с точки зрения с точки зрения предоставления того решения которое предлагает ваша компания и вы можете делать учебные мероприятия обучающие мероприятия, на которые вы будете приглашать ваших клиентов. То есть для вашего клиента это будет выглядеть таким образом. С ним связался ваш менеджер по продажам, договорился о встрече, приехал, провел некую презентацию вашей компании. И в случае, если клиент не готов сразу покупать, он приглашается на учебное мероприятие, на котором вы обучаете тому, как ваше решение способно помочь клиенту решить те или иные задачи, которые перед ним стоят. Также вам на помощь может прийти такой инструмент как аудит. Вы можете предложить клиенту провести некий вводный аудит текущей ситуации в его бизнесе и помочь ему просто оценить, насколько вообще ваша услуга, которую вы предлагаете, способна решить его проблемы. Это также может быть хорошим способом утепления, стартового утепления отношений с клиентом. Поэтому, друзья, если вы в B2B, первый шаг, вам нужны активные премии продажи. Второй шаг, используйте инструменты утепления отношений с клиентами. Это или приглашение на учебное мероприятие, или вводный аудит. Вот такая простая рекомендация. Мы продолжаем гулять по вечерней Праге. У нас сегодня такая приятная прогулка. Мы на Карловом мосту прямо сейчас находимся. в Казахстане. И... Кстати, я не сам. Это Самал. Самал Абаева. Я руководитель представительства в Казахстане. Она только что стояла мужественно охраняла меня. Потому что туристы очень хотели попасть в кадр, но мы же оберегаем вас от голодных туристов. Правильно? Поэтому Самал мужественно держала оборону. Самал, ты согласна насчет активных прямых продаж? Конечно, согласна. Да? Что надо сделать, чтобы построить сильную команду? Скажи, пожалуйста. У нас есть такая самофирменная шутка. Мы обсуждаем, что надо сделать, чтобы построить сильную команду. Надо захотеть построить сильную команду. Сегодня версия такова. Надо захотеть построить сильную команду. Все. Ставьте лайк, друзья. Мы продолжаем гулять. У нас завтра практиковная систематизация бизнеса. И всем большой привет. До встречи. Та-та-та-та-та-та-та.